Раз, два, три. Друзья, всем привет, на связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. На носу черная пятница, поэтому приготовьтесь к скидкам. 40% на все товары ТВТ, а также 30% скидки на пожизненный пакет. Давайте приступим к нашему обзору фьючерсного рынка. Посмотрим, что интересного подготовил для нас рынок на этой неделе. Первое, что хочу сказать, это то, что торговая неделя будет достаточно вялой, ведь Штаты будут практически два дня отдыхать, поэтому особо яркой волатильности ждать не стоит. Начинаем мы с американского доллара, который пятницу закрыл на хорошей ноте. Пробили максимум, закрепились выше этого максимума за текущий фьючерсный контракт. И на текущий момент мы видим, что пятница закрылась с хорошей контратакой продавцов. В основном это все началось уже после того, как установили новый максимум. Текущее закрытие позиций, текущая фиксация профитов – это не финальное. Чаще всего такие ситуации, где у нас пустота вверху, где у нас основной наторгованный объем находится внутри классного бара, указывают только на частичную фиксацию прибыли. И открытый интерес сильно не упал, как мы видим. Это означает, что кто-то эти все позиции принял, она особо сильно не провалилась. Поэтому с большей вероятностью мы еще увидим небольшой заход вверх. Я считаю, что американский доллар сейчас отыгрывает инфляционные ожидания, то, что республиканцы со своими новыми бюджетами, планами будут раскачивать инфляцию в Штатах. И таким образом ФРС не будет так агрессивно снижать процентную ставку, а возможно даже еще прибегнет к еще одному повышению. И таким образом американский доллар сейчас переживает повышенный спрос. И за счет того, что участники рынка активно инвестируют в американскую экономику, спрос на доллары растет. Это временное явление, поэтому лично я присматриваюсь к шорт-позициям. У меня уже было несколько заходов и я планирую переоткрывать шортовые позиции, когда будут появляться новые дополнительные точки входа в шорт. Присоединение к лангу на текущий момент здесь я для себя не вижу. Поэтому с большей вероятностью у нас что-то вот ближе к середине этой недели, если произойдет установление нового максимума на еще одной контратаке, то есть я буду уже более уверен в том, что это не просто фиксация прибыли, а еще и набор шортовых позиций, то тогда можно будет поработать в шорт. По остальным валютам европейская валюта также сделала неплохой прострел вниз. Мы видим, что особо здесь никто не поддерживал цену. То, что яркой лимитной поддержки здесь не было. Соточеты указывают на то, что фонды успели нарастить за прошлую неделю 30 тысяч контрактов в шорт, что является хорошим объемом для европейской валюты в том числе. То есть они вот в этом боковике успели накопить существенную позицию шортовую, на текущий момент она в плюсе. По европейской валюте, учитывая то, что у нас дивергенция хорошая была вот в этой точке, у нас уже прострелы идут в нижних частях, то есть на минимумах текущих фьючерсного контракта. И учитывая то, что экспирация, опционная экспирация прошла, то есть мы уже, тот хедж, который был в рынке, он уже вышел, то с большей вероятностью на этой неделе мы увидим плавное восходящее движение, коррекционное движение в сторону основной дивергенции. Для того, чтобы присоединиться к этому потенциальному движению, нам необходимо на более младших темпфреймах дождаться вот плюс-минус такую же дивергенцию кумулятивных дельт, контратаку покупателей, и есть смысл рассмотреть лонг-позицию по данному инструменту с целью перенести часть объема, закрыть, если цена пойдет в нужную нам сторону, и частью досидеть в плюс-минус до уровня 1.08. По швейцарскому франку особо апдейтов нет, то есть плавненько фонды открывают дальше все больше шортовых позиций, мы видим, что открытый интерес на падающем рынке растет, и это пока не предел. Мы видим то, что цена устанавливает новые минимумы, керри-трейдеры, они дальше работают по швейцарскому франку в пользу ослабления этой валюты. В момент, когда предрезерв, если снова опустить процентную ставку, то выгоды для многих станет меньше, если доходность по аббревиациям снизится, то тоже привлекательность керри-трейдеров для керри-трейдеров сильно упадет. Таким образом, по швейцарскому франку будет хоть какая-то вдышка, то есть как минимум боковое небольшое движение. Шартовые позиции я подфиксил, дальше буду ждать момент, когда будут выносить этих керри-трейдеров, которые накопили огромные шорт-позиции на всем этом движении вниз. Соответственно, движение вверх вместе, рост швейцарского франка вместе с падением доходности по облигациям будет провоцировать, закрывать эти позиции, что только будет усиливать потенциально восходящее движение. Но пока это еще точно рано. Дальше у нас австралийский доллар. Здесь хочу отметить то, что на прошлой неделе у нас достаточно много было продаж в локальный максимум, которые не привели на тот момент к успеху. То есть эти все продажи принимали лимитные покупатели. Мы видим, что объем был сосредоточен в нижних частях кластерных баров. И пятница закрылась тоже плюс-минус в этом же диапазоне. То есть кто-то пытается выкупать актив ближе к вот этим минимумам, ближе к отметке 0.65. То есть эта отметка достаточно интересна. Поэтому с небольшим провальчиком есть смысл после закрепления выше локального вот этого максимума, выше уровня объема за март 24 года, есть смысл рассмотреть тоже лонговую позицию. Как раз американский доллар чуть ослабнет. Это первое. И это поспособствует продвижению цены вверх. Сотучеты особо сильно не поменялись. Чуть открылись в лонг, чуть в шорт. Там особых дисбалансов нет. А вот по новозеландскому доллару есть дисбаланс. Первое, на что хочу обратить внимание, это то, что фонды начали накапливать шортовую позицию в минимум. Хеджи, в свою очередь, существенно нарастили лонговую позицию. И неподотчетные трейдеры в том числе наращивают шортовую позицию. То есть они в минимум все больше и больше покупают. Это первое. Второе. У нас на этой неделе ожидается решение по процентной ставке. И ожидается, что ставку снизят на 50 базисных пунктов. То есть 4,75 до 4,25. Что существенно. Таким образом, вероятность достижения ценой области, где у нас была существенная дивергенция, она выросла. Этот интерес за последнее время особо сильно не меняется. То есть участники рынка не сильно добавляют в рынок шортовых позиций при установлении нового минимума. И как мы видим, установление этого минимума произошло достаточно слабо. В конце включилось много покупателей. Но с большей вероятностью это те, кто хеджили продажи опционов своими шортами. То есть продавали путы, открывали шорт позицию на фьючерсном рынке и перед экспирацией закрывали эту всю историю. Таким образом, когда у нас хеджа в рынке становится меньше, когда давление на цену становится меньше, то у нас и цена достаточно быстрая, резко может вернуться к уровню объема за декабрь 2023 года. Поэтому с открытия рынка планирую рассмотреть и эту позицию в лонг в том числе. Если евро даст первым хорошую точку входа, воспользуюсь евро. Если нет, то вот новозеландский доллар отличный кандидат для возврата к уровню объема. Здесь хоть и потенциал чуть поменьше, но вероятности чуть побольше. По канадскому доллару тоже хочу отметить, что фонды продолжают наращивать шортовую позицию. Там уже не так существенно, как мы видим. По чуть-чуть уже она перерастает. Это ничего сверхъестественного. Но то, что европейская валюта, швейцарский франк, дальше мы посмотрим буританские фунты, все остальные установили новый локальный минимум за текущий фьючерсный контракт. А канадский доллар этого не сделал. Это уже о чем-то говорит. Мы видим здесь существенные продажи, которые не приводят к тому, что цена устанавливает новый минимум. Мы видим, что консолидировалась цена в этом достаточно узком диапазоне. И продажи достаточно быстро выкупались, причем выкупались лимитно. Дивергенции кумулятивных дель здесь уже нет. То есть она по чуть-чуть накапливалась в этой области, ближе к уровням объема за декабрь 2022 и 2023 года. Таким образом, плюс-минус та же картина, что у нас и по австралийскому доллару. То есть закрепление выше локального максимума, возможно, на проталкивающих HFT объемах и дальнейший поход вверх. То есть вот это хорошее место для того, чтобы попытаться присоединиться к лонговой фазе с достаточно коротким адекватным стопом под вот эту наторгованную область, где как раз кто-то лимитно поддерживает эту цену. По британскому фунту установление минимума, дальнейший провал, открытый интерес особо никак не поменялся. Пока что у меня торговых идей по этому инструменту нет. У нас накапливается дивергенция кумулятивных дельт. Это круто, но для того, чтобы инициировать точку входа, здесь пока мало факторов. Шортовая идея здесь точно никак не сработает. Мы достаточно сильно отвалились. Здесь как минимум минревершиалов, то есть плюс-минус средняя цена где-то вот здесь. То есть возврат к средней, он вполне вероятен. И это будет давить, поддерживать точнее цену. То есть те участники рынка, которые занимаются статистическим арбитражем, они будут рассматривать возможность шорта по, например, австралийскому доллару и лонга по британскому фунту. Что в таком плане. То есть те активы, которые сильнее подешевели, они будут первыми идти на покупку. Потому что они сильнее отклонились от своих средних. И вот британец это достаточно хороший в этом кандидат. Меня смущает то, что, во-первых, у нас в минимум никто ничего не принимал. То есть здесь особо продаж не было, точнее в минимум. Были в основном какие-то покупки. Кто там лимитно распродавался. Это очень интересно. Кто покупал, понятно. Те, кто как раз продавали путы и хеджировали себя. Окей, но кто там лимитно выставлял на продажу. То есть в минимум у нас никто ничего особо не продавал маркетами. Выноса не было. Стопов. То есть накопить потенциал особо не удалось. Поэтому если здесь и будет движение вверх. То с большей вероятностью это будет все за счет корреляции. За счет общих настроений. И возможно подпадение американского доллара. По японской иене здесь тоже корритрейдеры. Все продолжается. Тенденция вниз. Окей. Вопрос только вот в чем. Кто покупал 15 тысяч контрактов. Фонды открыли 15 тысяч контрактов в лонг. Хотя до этого они очень агрессивно накапливали шартовую позицию. И уже начинают ее сокращать. Возможно слухи о том, что банк Японии еще может поднять процентную ставку. Немножечко напугали участников рынка. Они хеджируют часть позиций. И часть позиций тейкают профит. Окей. Но пока здесь тоже особо ярких каких-то историй не наблюдается. То, что удерживают цену. То, что цена не установила новый минимум. И много шарта. Это возможны хорошие. Но это потенциальные триггеры для резкого импульсного роста. Закрытия шартовых позиций. Но открытый интерес, как мы видим, достаточно высоко. Здесь участники рынка любую возможность пытаются использовать для того, чтобы зашардить японскую иену и за вырученные деньги купить американский доллар. Пока здесь точкой входа в лонг особо не пахнет. Как вариант это рассмотреть тоже установление нового локального максимума, закрепление. И если американский доллар в это время снижается, окей. Тогда попробовать взять лонг. Но во всех остальных ситуациях я бы использовал новозеландский доллар. Либо канадский доллар. Канадский доллар более интересно выглядит. Так как у нас здесь огромный объем шартового интереса со стороны фондов. Которые в любой момент могут его начать закрывать. Здесь уже, как мы видим, формируются базы для старта вверх. Окей. Дальше золото. По золоту экспирация прошла. Основной объем проданных колов вышел с рынка. То есть давления со стороны маркетмейкера на цену особо нет. Хедж весь. Все покинул. С чистого листа. Открытый интерес, как мы видим, резко упал сразу после экспирации. И после того, как мы достигли уровня наименьших выплат по опционам. Цену достаточно легко и быстро опять вернули в восходящую тенденцию. Рост инфляционных ожиданий. Рост ожиданий, что штаты сильно увеличат объем госдолга. Вернул спрос на рынке драгметаллов. И, как мы видим, золото продолжает впрямиться к новому историческому максимуму. Учитывая то, что цена неплохо так провалилась с максимумов. Но в целом восходящая тенденция, как мы видим, здесь еще продолжается. То есть да, провалили предыдущий локальный минимум, который был сформирован. Но в целом у нас тенденция восходящая. И вероятность достижения локального максимума существенная. Здесь еще важно отметить то, что сезонность на рынке, она на текущий момент указывает на то, что спрос на золото будет продолжать расти вплоть где-то до конца января. Поэтому этот фактор в том числе будет поддерживать котировку золота. Таким образом, есть смысл опять же на более младших тенденциях искать точки входа на продолжение тенденции. Напомню, что отличным вариантом для точки входа является контратака покупателей. То есть место, где у нас на текущий момент таких ситуаций здесь не было сформировано на этой неделе. Но плюс-минус вот такая ситуация, когда у нас в минимум достаточно много продают. Вот у нас по количеству очень много продавали. Видим, как дельту сильно загнали вниз. Дельта по объему зеленая, растущая. И вот на этой дивергенции выход за границы боковика вот этого маленького. Сейчас мы чуть ближе сделаем. Сильно близко. Так, трекпадом не очень-то удобненько. Вот этот у нас боковичок. И с этого боковика, как мы видим в этом боковике, у нас в конце этого боковика начала развиваться дивергенция кумулятивных дельт. И вот плюс-минус в этом месте мы уже могли точно сказать, даже чуть-чуть выше, вот тут. Вот тут мы уже точно могли сказать, что у нас дивергенция кумулятивных дельт формируется. Она есть. Мы покинули эту базу, зафиксировались выше этой базы. И дальше на продолжение тенденции. Это такой более рисковый вариант. Более красивая ситуация, это когда у нас все-таки дивергенцию эту выкупают. Вот, давайте, вот, 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 плюс-минус вот эта ситуация, да. Опять же мы это разбирали на прошлый раз, когда у нас скрытая дивергенция, то есть обе дельты как бы вроде ниже медианы, но на самом деле здесь дельта по объему потихонечку уже прирастает. Вот это видно на динамическом профиле кумулятивной дельты, а по количеству продолжает сильно снижаться. И мы прошли локальный минимум, основные продажи пришлись в локальный минимум, вот здесь. После этого цену достаточно быстро выкупили и подняли вверх. Это хорошая возможность для присоединения. И об этой возможности мы как раз и говорили от уровня на меньших выплат по опциону. В ближайшее время цену особого давления не будет, поэтому все шансы на продолжение роста есть. Серебро в свою очередь показало слабость. И если мы посмотрим на золото против серебра, то мы видим, что золото удачно и успешно установило новый свой локальный максимум, стремится к историческому максимуму. А серебро в это время болтается вблизи своего просто банально локального максимума. Таким образом, здесь после пробоя этого хая вполне вероятен более импульсный рост с хорошими проталкивающими HFT объемами. И в момент, когда вот здесь у нас достаточно много будет покупок, цена чуть поторгуется и дальше, но сильно не упадет, это важный фактор. Дальше у нас будет хорошая возможность поработать в лонг. Отличным примером такой ситуации является вот Ethereum, когда у нас вот здесь серия проталкивающих HFT, а давайте даже чуть-чуть раньше вот этой истории, серия проталкивающих HFT, цену сильно не уронили, как мы видим, она продолжила дальше болтаться плюс-минус в этом же диапазоне. Следующая свеча закрывается выше предыдущего HFT, удачно устанавливает даже проходить чуть повыше, и после этого импульс. Вот это первая ситуация, которую можно использовать на intraday, таймфреймах, то есть вот эту историю работать на пробой. Вторая ситуация, которую можно использовать, это вот эти HFT объемы, которые останавливающие, да, проталкивающие, извините, проталкивающие HFT. И вот в этой области дальше мы ждем момент, когда цену возвращают, у нас серьезные продажи, которые не приводят к установлению минимума, стопик у нас под этой областью, и это хорошая возможность для точки входа в лонг на продолжение тенденции. Это тоже один из вариантов, как можно присоединить к потенциальной тенденции, не покупать прям в максимум на пробой вот тут, а заходить в момент, когда у нас произошел откат к области, где у нас как раз выкупали, где поддерживали цену, где покупатель приложил усилия для выталкивания цены выше каких-то значимых экстремумов. По серебру жду такую же ситуацию и планирую поработать в лонг. Нефть. По нефти пока что у меня торговых идей нет, до конца ноября сезонность указывает на снижение цен на нефть. Пока, если вдруг, если вдруг нефть сделает более хорошее, яркое движение выше локальных, прямо здесь у нас будет реализация спроса, тогда окей, но пока без торговых идей. На продолжение этой тенденции, этого импульса заходить пока не планирую. Единственное, что в пятницу частично прикрыл позицию, спрадовую позицию, где лонг по акциям Аксинмобил и шорт по нефти. Там они неплохо в моменте показывали доходность, вот в этом моменте, плюс-минус, когда нефть стремилась к локальному минимуму, но на полностью позицию не закрывался, рассчитывая на то, что до конца ноября еще будет хорошая возможность это сделать. По нефти, ну прям сочно, очень сочно смотрится вот этот уровень 66, пробой этого уровня, резкий поход, импульсный поход вниз, но посмотрим произойдет это или нет. Физомис не отработала себя до конца, я рассчитывал на то, что вот с этих мест, с этих точек провалимся более существенно, но новый фьючерсный контракт, контанга, и это все чуть цену протащило повыше. По поводу крипты, раз мы уже заговорили, вот эфириум это классический пример, напомню, что в платформу также добавили солану, также добавили и ряд других фьючерсов на криптовалюты, поэтому HFT объемы, все сейчас доступно и на солане, и на тонкоине, эфир, биток. Вот, самые ликвидные, самые интересные активы, которые показывают хорошую динамику, где большой открытый интерес, где серьезные объемы проходят, то есть, к примеру, вот этот останавливающий HFT, здесь чуть больше 66 тысяч салан, было проторговано менее чем за 5 секунд, что прям существенно, согласитесь, то есть явно кого-то здесь вынесли, и здесь не только этот один HFT, здесь серия HFT, которые не меньше предыдущего, то есть, когда у нас в рынок попадает такой огромный объем, 100 тысяч салан, просто за пару секунд, то понятное дело, что маркетмейкер, который ведет этот рынок, он принимает существенную позицию, и ему необходимо как-то максимально быстро избавиться от нее, потому что хеджировать себя в других местах особо негде, HFT, это один из самых ликвидных рынков. Окей, дальше у нас фондовый рынок, который стремится к установлению новых исторических максимумов, по фондовому рынку мы с вами говорили, что это хорошая база для длиннейшего движения, и любой откат ближе к этой области, это отличная возможность для присоединения и работы на продолжение этой тенденции. Пока у нас снижается процентная ставка, рынок ожидает, что еще будет одно снижение, пока у нас M2 растет, пока у нас положительное ожидание по поводу дальнейшего будущего экономики, то фондовый рынок будет в первую очередь это отыгрывать. И в первую очередь среди фондовых индексов будет показывать яркую динамику, конечно, раз в компании мелкой и средней капитализации, потому что снижение процентных ставок, снижение удешевления фондирования, для них это огромный буст, их мультипликаторы будут расти существенно, их мультипликаторы будут увеличиваться даже без изменения их прибыли и так дальше, ожидания по изменению этих мультипликаторов, типа прибыль, деленная на количество акций и так дальше. Эти все мультипликаторы, они будут в первую очередь влиять на компании мелкого и среднего бизнеса, таким образом, Russell в первую очередь будет переживать хороший спрос. И это видно и сейчас, после выбора Russell практически стабильно перформит в NASDAQ. Там в какой-то момент, где-то вот там практически они сошлись, но все равно Russell показывает более хорошую динамику. И это никак не означает, что есть смысл рассматривать short по Russell, long по NASDAQ, то, что они разошлись. Нет, я бы сейчас в ближайшее время, до, наверное, конца января, не залетал в такого рода спред, но только если что-то экстраординарное будет происходить, не знаю, Russell там за минуту провалится на 5%, тогда, окей, это хорошая возможность поработать в спреде, либо вырасти там на 5% тоже. Но смысл в том, что стратегические какие-то серьезные позиции не стоит набирать, short по Russell, long по NASDAQ. То есть, только если у вас торговая идея, что в ближайшее время все рухнет, потому что таких идей в рынке достаточно много участников. Учитывая то, что и европейские акции тоже показывают неплохую динамику, то есть, хоть как-то там оживились, и продажи не особо приводили к успеху, цену вытолкали повыше, после таких продаж цену закрыли выше, это лимитный покупатель активно выгребает, нагребает себе позицию. И вот пятничное вот это движение вверх, оно было, ну, более-менее прогнозируемым, с учетом того, как много выкупали, и что европейская валюта неплохо просаживалась, что дает преимущество для немецких компаний. Так вот, если у нас все рынки синхронно растут, то это чаще всего указывает на риск он. Соответственно, есть смысл использовать те ситуации, которые есть как раз именно в лонг, потому что все растет риском на рынке. Так, по поводу крипты в целом, у нас биток стремится к установлению нового, ну, преодолению нового рубежа, то есть новые исторические максимумы, чуть ли не каждый день, по несколько раз в день, это окей. Price Discovery, этот процесс, который мы на золоте в том числе видели, когда золото пробилось выше своего максимума, вот здесь, и дальше начался процесс формирования. Ну, типа, никто не знает, каким отметкам это все вырастет, соответственно, фонды просто покупают каждый раз новый-новый максимум. По битку аналогичная история. Я считаю, что биток в ближайшее время будет продолжать расти, и отметка 100 тысяч будет преодолена. На какие факторы я опираюсь? Первое, это то, что для многих портфельных управляющих биткоин и ETF на биткоин, это хороший инструмент для повышения беты своего портфеля, это раз. Второе, это то, что новоэстерический максимум, и чаще всего фонды, которые занимаются процессом, которые торгуют тренд-фолловой стратегией, они смотрят на те активы, которые устанавливают новые максимумы, 52-недельные, там, all-time high и так дальше. Соответственно, это сочный для них инструмент, это второй фактор. Третье, это, конечно, опционы на эти же ETF, то есть опционы только-только запустились, и уже спрос на халы в 3,5 раза больше, чем на путы. Таким образом, у маркетмейкеров, которые продают эти опционы, дисбаланс, таким образом, им необходимо частично хотя бы хеджировать себя на фьючерсном рынке, а если на фьючерсном рынке они уже нагребли существенную позицию, либо ставка финансирования большая, то, конечно, на рынке акций самого ETF. Таким образом, покупки краткосрочных опционов могут приводить к существенным движениям ценных вверх, особенно перед экспирациями. 29 ноября будет экспирация, поэтому, если биток продолжит расти, то все те, кто напродавали, будут много покупать, как фьючерс, так и самого спотового битка, так и ETF на биток, и таким образом это вызовет дикий рост. Так как предложения в рынке не так уж и много. Да, поэтому отметка 100 будет преодолена. Вопрос времени, вопрос в том, продолжит ли расти спрос на опционы и будут ли какие-то дополнительные истории с регуляцией, но все вдруг задумались о том, что ETF и на Ripple, и на ADU, и на все остальное тоже будет запущен. Таким образом, на крипте тоже риск он продолжается. По поводу эфира, который в последнее время что-то там показал немного роста, но приостановился. Я по-прежнему считаю, что эфир будет проигрывать битку в долгосрочной перспективе, но на текущий момент при подходе к отметке 100 для многих ретейр-трейдеров нормальным считается заширтить, зафиксировать немножечко биток и зафиксировать биток и переложиться в альту. Это окей, это хорошая торговая идея, более дорогие инструменты продать, более дешевые увеличить, но вопрос в том, что большинство криптонов и ретейр-трейдеров, они не сильно осведомлены с портфельной теорией, поэтому чаще всего фиксируют в полной мере и полностью перекладываются в альту. И на текущий момент мы можем увидеть как раз ротацию этого капитала, вот эфир уже неплохо начал что-то там подтягиваться. Да, понятное дело, что кросс-курс пока сильно не сошелся, но всему свое время ротация капитала будет приводить к тому, что плавно эфир будет догонять биткоин, либо биткоин будет плавно отставить, ну да, в то, что биткоин сильно скорректируется, я особо не верю, но фактора пока для этого я не вижу. Ставка снижается, денежная масса растет, кредиты становятся дешевле, поэтому ритейл 100% будет и дальше триггериться на новое установление статических максимумов, особенно после отметки 100. Вопрос только в том, будет ли проходить эта ротация капитала быстро, таким образом, что предложение в рынке эфириума будет недостаточным для удовлетворения спроса, и тогда цена вырастет. Либо если это плавно будет, то предложение всегда будет достаточное для того, чтобы удовлетворить спрос, и цена особо двигаться не будет. Еще раз хочу напомнить, что Черная Пятница на МСУ и команда ТВТ подготовила для вас феноменальные скидки в 40% на все товары и услуги компании ТВТ, а также 30% на пожизненный пакет, пакет Forever. Поэтому спешите воспользоваться этой возможностью, ведь когда еще будут такие шикарные возможности? Возможно и на крипте мы таких не увидим, по 30% снижения битка, непонятно когда это будет, поэтому стоит взять пакет ТВТ. И в принципе на этом все. Да, по поводу газа здесь неплохая возможность открытия, я так считаю, что с открытия, если мы открываемся гепчиком вниз, то еще продавят чуть пониже. Окей, на этом все. Всем хороших торговых будней. Ждем решения Новозеландского банка по поводу процентной ставки. Снижают, не снижают, и как рынок на это отреагирует, а также, конечно, что там произойдет дальше с битком, установят новый максимум в конце недели, 29.11 или нет. Всем счастливо, будем на связи.